Стражи. Как долго мы ждали какой-нибудь новой годной ппшки, в идеале еще и пустотной. Да, самого нерфа и санцета, паука, отшельника вот и ждали. Любимую игрушку у игроков забрали уже полгода назад почти, а никакой замены ей не было. Солнечные ппшки, арковые ппшки, но не пустотные, да еще и без возможных перков на урон. Что ж, наконец-то мы получили то, чего хотели. Новый пистолет-пулемет Гнев Шаюры. Сегодня расскажу о своих впечатлениях от этого оружия и дам пару советов по тому, какие перки на нее искать. Но сначала небольшое сообщение от спонсора этого видео. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые услуги по сезону Сплайсер, испытания Сириса, рейд, хрустальный чертог, новые экзоты и легендарки. Новинок много, цены стали ниже и доступнее и теперь есть все, чтобы облегчить тебе игру. Это хороший способ сэкономить время и нервы, сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду triple wipe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь назад к видео. Во-первых, как получить эту ппшку. Конкретно на этих выходных, когда я выпускаю этот ролик, ее можно залутать достигнув три победы в испытаниях Асириса или выполнив недельный контракт испытаний, для которого даже побеждать не нужно. Так что тут без преувеличения, каждый игрок может и, я считаю, должен ее получить. Конечно, может быть она появится позже снова за три победы, но вы же хотите получить крутую ппгу на первой неделе сезона, правильно? Что же в ней такого особенного? Ну, во-первых, можно хвалить за базовые статы. Дальность стрельбы у этой ппшки просто невероятная. 63 единицы в базовом варианте. Это больше чем у икел пп, больше новой ппги из гамбита, больше прошлой сезоны, да любой актуальной ппги, что позволяет ей выходить за рамки правила ппшки только для ближней дистанции и быть полезной и на средних расстояниях. Если вы еще и получите ролл с перками, улучшающими дальность, то фактически получите ппшку с дальностью стрельбы автомата 25 метров и больше. Я уже видел, что некоторые игроки нахваливают эту ппгу и в пвп. Я прекрасно понимаю скепсис по отношению к тому, чтобы вообще играть с пп в гарнила, но гневша Юры будто бы и правда пригодна для арен гарнила. Хорошая дальность, неплохая стабильность при игре на мыши особенно, да еще и возможность получить ролл с киллерским магазином. Честно признаюсь, сам не помню, когда последний раз играл с пистолетом-пулеметом в пвп, так что тоже сначала не поверил, но сыграв несколько матчей и стычки с правильным роллом, я могу с уверенностью сказать, что мне нравится, как эта новая пушка играется в пвп. У меня как всегда еще и дополнительный камень преткновения в том, что я играю на геймпаде, а на нем обычно любой автомат и пп вводят из стороны в сторону, но даже с этим тут как-то было просто справиться. Тем более, что многое поправляется перками, о подборе которых мы сейчас и поговорим. Среди стволов я бы ориентировался на чеканные нарезы или на зауженный ствол. Оба перка увеличивают дальность и при этом никак не понижают никакие другие параметры в качестве штрафа. Во второй колонке высокоточные боеприпасы конечно же, особенно если планируете играть с ней в пвп. Плюс 10 единиц к дальности сверху точно будут не лишними. Но если вам выпадет легкосплавный магазин или расширенный, то тоже неплохо, как для ппшки в пве. Быстрая перезарядка или увеличенный боезапас отлично пригодятся при зачистке мелкого трэша. Теперь добрались до интересного. Предпоследняя колонка. Она расстраивает тем, что в ней нет перков вроде питающей ярости, которые бы увеличивали перезарядку, а в основном все варианты так или иначе улучшают стабильность и удобство обращения с оружием. Из фаворитов я бы выделил убийственный вихрь, который повышает подвижность, дальность стрельбы и удобство оружия за убийство. Или новый перк туннельное зрение. Он улучшает захват целей и скорость прицеливания, так что больше подойдет опять же для горнила. Но в последней колонке, как я и сказал на протяжении всего видео уже по-моему несколько раз, нас должен интересовать киллерский магазин. Заветный перк на увеличение урона. Ничего лучше в этот слот мы не найдем. Так что как-то вот так будет выглядеть ппшка, которую мы так долго ждали. Пустотный урон, как у паука, которого нам так не хватало в пве. Огромная эффективная дальность и перк на урон. И при этом не забываем, что позже в Василисе будет адепт версия этой пипеги, так что там будет еще больше той же дальности, например. Я лично очень хочу себе гадрол гнев шаюры именно под пве. Придется ходить. На этой неделе мне не повезло и из 6 полученных оружий ни одной с киллерским магазином не выпало. Где стримерская подкрутка хваленая? Непонятно. Надеюсь, что вам повезет больше. Не упустите возможность залутать это оружие до ресета на этих выходных, хотя бы за контракт. Уверяю, вы не пожалеете. Спасибо за просмотр, за подписку. Удачи!